Здравствуйте, друзья! Друзья, поскольку большим интересом пользуются морские пейзажи, я вот еще раз возвращаюсь к этой теме. Сегодня мы напишем прибой, опять вот эту идею малоцветности картины, поскольку это морской пейзаж, и тут сильно большого ассортимента цвета не будет. Хотя это, конечно, романтический пейзаж а-ля Альбазовский, это многоцветие, тонкие слои, многоцветие, но вот, так сказать, в привычном, фотографичном смысле морской пейзаж малоцветен. Ну и неромантический морской пейзаж, неромантические эпохи морской пейзаж, в общем-то, малоцветен, в основном синий, бирюзовый. Поэтому, опять же, проблема, как смешивать цвет, отпадает, но зато мы столкнемся с задачами технического характера. То есть мы увидим технические приемы, решения морского пейзажа, отражений и прочее, прочее. И в очередной раз поступим решительным образом, смочим холст разводителем, чтобы сухость холста не препятствовала набору краски. И тут же начнем вмешивать белило. Белило подхватит разбавитель, и все станет мокрым, слякотным, что даст особую маневренность мастихину. Многие вещи в этой картине будут сделаны именно мастихином. Скажу так, что мастихин – это наш друг, друг начинающих художников. Поскольку опытные мастера преуспели именно в работе кистью, то с ними соревноваться довольно трудно. А нам, неопытным, удобнее перейти на неординарные технические способы решения задач, такие как мастихин, тряпка, палец, для того, чтобы как можно скорее преуспеть в живописи и стать вровень с коллегами по цеху. Хотя, конечно же, без кисти не обходится картина, редкая картина обойдется без кисти. Но кисть требует очень точного письма, очень опытного рисунка. Элемент нечаянных удач кисти невелик. Поэтому предлагаю новичкам особенно сосредоточиться на таких инструментах, как мастихин, палец и тряпка. Продолжение следует... Значит, напомню, что я накинул разбавитель, а теперь набрасываю белило и сделал слякотную, мокрую обстановку на холсте. Теперь беру мастихин покрупнее. Нет, не мастихин. Теперь беру ультрамарин и набираю идею моря. Горизонтальное синее пятно. Посветлее пятно неба. В данном случае я дополню бирюзовым это пятно. Вы видите, от того, что там есть белило, так быстро и легко можно набрать... Набрать пятно неба, пятно... Пятно воды... Мастихином все это чуть-чуть перераспределим. Перераспределим, собьем фактуру и у нас такая мерцательная, немножко мятая среда неба. Как ей и прилично быть. Плашмя мастихином гоняю краску, расштриховываю, распределяю. В тряпку лишнее собираю. Думаю, вы не раз замечали, что даль моря более темна. И мы это более темно уложим. Можно сразу обозначить идею каких-нибудь горочек дальнего плана. Которые некоторым утюжком входят в плоскость воды. Подобных картиночек, фотоматериалов предостаточно. И вы всегда сможете найти подходящую идею прибоя, которую мы сегодня пишем. Можно скалочку на переднем плане обозначить. Причем, вы видите, я сейчас пока беру только синие. Ну вот, скажем, для поиска рисунка будущего, вы можете воспользоваться идеей такого одноцветия. И пока вы не нашли рисунок картины, то есть основные вехи рисунка картины, можете пользоваться только одним цветом. Здесь у нас будет отражение этой скалы. Идея волны. Вы видите, я сознательно делаю вот такую колесообразную плотку, которая сама по себе уже дает, на фоне такой горизонтали, дает иной характер волне. И вот эта волна, немножко спускаясь, уходит на уголь вздыблено. И здесь, допустим, у нас будет всплеск пены, которая споткнулась о камень. Обычно перед поднятой волной, к нам ближе, на береговой плоскости, лежачая пена. То есть здесь волна поднялась, сбрасывается, все остальное оттекает назад туда, к волне. То есть это предыдущие волны, которые зашли и втягиваются обратно. Характер укладки, вы видите, зигзагообразный. Можете на отдельном холсте, прямо вот начиная эту картину, поставить себе еще одну такую же для всякого рода пробников. Буквально пробников, пробников каждого из пятен. для того, чтобы лучше, более точно зайти в чистовую идею картины. вот эти пены, которые возвращаются обратно. все внятно лежит. Березовенький можно накидать и сюда. Вот вы видите, сейчас несколько лодочный характер мазка, лодочный. То есть такими пригорками создаем идею малых волнений на воде. и даже нечаянный характер укладки нам дает некоторые интересные мотивы. К бирюзовой можно добавить немножко желтоты, желтого и помочь в цвете разнообразить нашу картину. Эта волна поднялась, стала тоньше в этом месте, тоньше наверху и свет, который идет с той стороны, пронзая эту тонкость, дает более нарядный, более желтый, такой немножко карамельный по своему цвету и состоянию мотив. Здесь волна чуть темнее и соответственно чуть темнее, потому что толщина ее здесь велика. То есть тут и толщина и глубина. Причем мы это видим прямо. Здесь глубоко, здесь тонко, а то, что там темно, но это в силу того, что уходят вот эти грани волн. То есть это разные истории. Если эту историю дальника мы видим в профиль, то эту мы видим в фаз. Вот она поднялась. немножко к синему и бирюзовому можно добавить коричневизны. Будет такой более глубокий, более грязноватый, но от этого очень красивый, такой бутылочный немножко цвет волны. Кроме желтого вот этой грани можно добавить белил для пущей светлости. И буквально мастихином плашмя раздавливая краску распределяя и раздавливая делаем укладочку. Примерно такой же характер у волны сзади. Обычно они идут стайками. Одна за ней следующая и этот характер можно показать. Тем что я их поднимаю они сразу приводят в другой характер чем вся лежачая господь. Вот такой леденцовый характер волны я думаю вы не раз вас встречаю. Возьмем вас встречаю. Вот вы видите некоторый зигзаг этих волн в пространстве зигзаг что тоже важно чтобы они не ступеньками не рядами шли слишком нарочитыми а был некоторый зигзаг ухода этих волн 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 и Продолжение следует... Ту же березу можно слегка подбросить и в эти синие, можно чуть-чуть, даже розовых. То есть здесь просвечивается песок. Коричневый разбереть можно и тоже слегка. И сайте его сюда. Вы видите, как приятно смотрится эта теплота. Чтобы быстрее уложить, я... Ну и песочек этот на переднем плане, я воспользовался кистью. Вода мочит песок. И на своей, на своем фронте, на линии фронта с водой песок тёмен. И тоже по этой зигзагообразной траектории укладываем. Скала. Для неё возьмём синий, коричневый. Может быть немного розовизны. Для разнообразия цветов. Скала. Это плоскости. Это рубленность форм. Что мы и делаем мастихином. А он это делает особенно успешно. В этом мелководье немного отражается сама скала. Это просто выгодные, красивые штучки. Она могла бы не иметь такого внятного отражения. Но это красиво. И прямо до самого песка тёмненькое отражение. Можно немножко коричневого подбросить для идеи близкого песка. То есть мелководье лежит как зеркало и, соответственно, в нём немного отражается ну, отражается скала. Это очень эффектные мотивы. Поэтому стоит их всегда показывать где возможно. Путажники постоянно пользуются случаем подсунуть вот такое зеркальное состояние воды. Даже если его там могло бы и не быть. Скажем, с картинки или с фотографии, с которой мы бы работали, там могло бы этого не быть. Но это красиво. Поэтому нужно найти случай положить отражённости. Будучи перекрытыми пеной появляется эффект отражения и лежачей плоскости. поскольку мелководье и здесь, и здесь тоже можно накрутить идею вот этой вертикали отражения. и потом перерубая пеной получить очень красивый эффект. пеной 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 и пеной 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 пеной. Но у нас есть достаточно вещества краски, которую мы гоняем. То есть, если у нас недостаточно краски, эти эффекты недополучаются, и вы, замечая, что не получается, должны добавить вещества. Поэтому изначально мы тоже клали эту белила, чтобы вещество краски нагнать на холст, заставить себя нагнать на холст вещество краски. И очередую использование мастихина, то мелкое, то крупное, для разных задач. Вы видите, постоянно используется тряпка. Я постоянно сбиваю с мастихина, очищаю. Это просто даже моторик. Может, иногда и не надо было бы снимать эту краску с мастихина. Но ничего страшного, не пострадает. Потраченная лишняя тряпка не беда. Главное, что у вас все время чистый инструмент идет на работу. КОНЕЦ Густыми белилами, гоняя их, в некотором смысле гоняя на удачу, я пытаюсь дождаться интересных решений. С этими волнами. Иногда просто нечаянно слякоть в краске укладывается так, как надо. Ну вот, скажем, некоторый мелкий валик пены набегает вот здесь. Укладывая прям по форме, мы вот этот эффект набега показываем. Субтитры создавал DimaTorzok Более темно здесь, как бы в стороне от освещенности. Более светло там, где может попасть оттуда свет. Чуть-чуть укладываем. И тоже, видите, характер укладки ломанный. То есть разбитость на плоскости. Одна плоскость, вторая, третья. Скалы таковы, что они плоскости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пена не везде одинаково бела. Здесь теневая, тенистое место, соответственно, и пена имеет цвет неба. То есть небо дает рефлекс на тенистые места, и они выглядят синими. Белый выглядит синим в тенистых местах. Ну а пена бела и, соответственно, синяя. Субтитры создавал DimaTorzok Пена не везде одинаково бела. Здесь теневая, тенистое место, соответственно, и пена имеет цвет неба. То есть небо дает рефлекс на тенистые места, и они выглядят синими. Белый выглядит синим в тенистых местах. Ну а пена бела и, соответственно, синяя. В тенистых местах. И не синяя, а белая в местах, где вышла на свет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Обратите внимание на это место. Укладывая его вот таким валиком, мы получим идею вот этого колеса сюда. Туда идея колеса вогнутая, выгнутая. Многие вот эту часть, увлекаясь ее вырисовыванием, расширяют очень сильно. И это колесо выходит слишком близко сюда. Постарайтесь удержаться в середине холста. Вот здесь. Когда будете именно это. И вообще не преувеличивать. Мы когда уточняем, обычно преувеличиваем вширь. Зная о себе это, новичок должен помнить, что он может увеличить волну. Ее потребуется вырисовывать педантично, мелко. Чего ему будет делать трудно. Поэтому рекомендую удержаться вот такой 7-сантиметровой шириной в центре холста. Такая обычная проблема неопытного. Вы видите характер укладки. Можете опробовать его на холсте рядом. Как бы на вспомогательном холсте. Сейчас немножко сработаем с небом. Ну, чтобы уже дополнить содержание. Я беру немножко розового. Сбелил. Много белил. Немножко розового. И немножко коричневого. И получается такой тепленький цветик. Вы видите, произвольное движение. Зигзагообразное. Укладывает идею освещенных с левой стороны облаков. Растираем периферии, низы. Получаем идею легкости, растворенности в воздухе. Этажики облаков загоняют зрительский взгляд туда, в перспективу. Дополняют несколькими километрами расстояния. Вы видите, облака переднего плана чуть темнее снизу, но не равны по темности горе. То есть, они часть воздушной среды. Все здесь не равно темности низа. Иногда случайные, иногда сознательные удачи. С небом работать, в принципе, легко. Собирает нам интересного движения. Причина. 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 Коричина. Подключаем. Причина. 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 есть такой инструмент как палец которым можно доиграть эту историю палец легко беря краску из неба легко подвигаем облака до нужной конфигурации или наоборот облака выдвигаем берем белизну облака и выдвигаем на территорию открытого неба и вот такие призрачные мотивы перистые облака повыше облаков кучевых и вот у нас достаточно разнообразное небо разные по высоте эти эти кучевые образования придавленная красочка то есть положил густоту и придавил с некоторым глянцем появляется вот фактура появляется с некоторым глянцем вот какое-то разнообразие произошло утюжком входящие утюжком входящие горы дальнего плана и вообще горы обычно таким утюжком ходят плоскость воды обозначаем этот утюжок чуть разбиваем на какие-то плоскости так же как и на камне только здесь более утюжочно контрастности темного и светлого мало потому что дальний план чуть-чуть фиолетовинки подбросил но если у вас красиво сложилось можете не 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 развлекаться с этим дальником не устраивать этих сложностей я по-моему и сам немножко переувлекся я по моему и сам немножко переувлекся в данном случае я сделал чуть темнее но это вот лично мне захотелось там темнее сделать если у вас там красиво то необязательно вот 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 чуть вот 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 У пены есть тенистые места, есть освещённые светом, тенистые чуть темнее, хотя тоже светлые. И некоторое ступенчатое ниспадание пены происходит, то есть характер мазочка ниспадающий. Такие вещи по сухому можно чуть-чуть дотрогать, немножко додать рыхлости, рыхлости вот этой пени. Продолжение следует... Очень слякотный мазок. Вот этой пены. Музыка. Вы видите, краску можно сбрить при неудачной укладке. Музыка. Музыка. Сама густота краски очень неплохо моделирует. Идею вот этой взволнованной среды моря. Музыка. 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 Видея краску на край мастихина можно такую внятную повалну. То есть движение такое, вот если можно показать близко. Мастихин под уклоном. и он как бы то есть на нем краска на нем краска и он где-нибудь в другом месте и он просто сдает эту краску на холст обязательно попробуйте эту версию на холсте для технических проб на соседнем холсте попробуйте такую версию укладки она очень простая редкий человек не может с ней справиться но посмотрите как она звучна это некий наплыв самой воды без пены даже не плыв уже отток воды без пены пены в нем нет но сама вода есть и она выглядит вот такой голубоватый а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Нечаянно получилось два одинаковых треугольника Вступим с этими треугольниками в некое уточнение Теперь это уже разные геометрические фигуры Я думаю, что в некотором смысле важно, чтобы не было скучностей Художники, даже если встречаются со скучными элементами в природе Однообразными, унылыми Всегда их чуть-чуть преобразовывают Поэтому картины так сильно отличаются от фотографий Несмотря на то, что сюжеты могут быть на них одинаковыми Одинаковыми Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Чуть темнее пена Внизу Поскольку источник света смотрит с этой позиции сюда Тоже вот гоняю краску, дожидаясь удачи дожидаясь удачи вы видите настолько краска пластично-масляная что даже нечаянные прикосновения иногда и даже очень часто создают нечто красивое и наша задача подмечать красивое оставлять это и может быть даже тиражировать на попке тоже густенький слой и дальник напомнился содержанием за счет густой краски если это увидит камера то и вы тоже увидите как не за счет тонкого письма тонкой кистью а за счет густого за счет густого маска формируется идея множества дальнего плана формируется и и и и и и и и не сделал край обычно оно все таки не однородная по тону то есть по степени темности Да и эту светлую линию я тоже, которая там есть обычно в каких местах, я не сделал однородной, а тоже некоторым зигзагом. В данном случае я уже взял кисть для какой-то мелкой разработки. Та же идея пены, более темная, тенистая. И вот некоторая решеточка этой пены, которая вздыбливается сюда наверх. Причем наверху она более темна, относительно светлого. И вот внизу более светла, относительно темного. Это обычная история для таких волночек и пен. Вы ее встретите и у Айвазовского, и у других художников, которые обращались к теме прозрачной волны. И вот выражена идея вот этого колеса. Сама пена здесь отбрасывает, вернее имеет темный край. То есть она же закруглившись темна, макушка светла. Макушка у нас светла, немножко добавляем тенистости. Буквально укладываем краску слякотно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Которая чуть светлее была, чем фоновое пятно Теперь раздаю ее темности Субтитры сделал DimaTorzok Еле различимые красноватенькие ножки И отброшенные на плоскость от них тени от чая Тень сразу приземлила чайку на плоскость Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чайчик всегда можно найти в интернете, фотоматериал Субтитры сделал DimaTorzok И прекрасно вписать их в морской пейзаж Можно несколько чаек Нарисовать вдалеке Некие силуэты Птичкообразные Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пить Пять чай здесь, три чайки здесь И вроде как уже красиво Ставим раму Вот так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok